Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и сезон 3 еще не стартовал, а я уже записываю для вас абсолютно честные обзоры на все машины, которые вы сможете оттуда забрать. Все эти видео будут выходить на канале по очереди с очень небольшим перерывом и если вы в принципе хотите всегда быть в курсе всех новостей в игре и всегда хотите знать честное мнение и честный зацен всего, что в этой игре происходит, то обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас. Мне не хватает ваших подписок для развития моего канала, ну а вам, я больше чем уверен, со мной по дороге, потому что на моем канале вы однозначно найдете исключительно справедливое и честное мнение по поводу всего, что в игре происходит, по поводу всех товаров в магазине и всех танков, которые выходят на продажу или в целом в игре есть. Что касается Сайленсера, Сайленсер машина интересная, прикольная, нестандартная, ну вот единственное, что меня очень сильно раздражает, но это чисто такое, знаете, визуально-эстетическое, это вот эти вот фиговины, которые непонятно как выезжают и заезжают, что-то они мне напоминают, что напоминают говорить не буду, но я думаю, что мальчики догадались. Короче говоря, машина внешняя, я бы сказал, неплохо получилась, за исключением вот этих вот трех Трахамудин, которые можно было бы отсюда вполне спокойно забрать и хуже бы от этого машина не стало. Что касается технических характеристик, я больше чем уверен, что только ленивый за время третьего сезона не заберет себе Сайленсера в базовом его состоянии. Если вдруг вы будете забирать его для того, чтобы потом продать, то знаете, вы получите за это 500 голды, а по большому счету это 10 дней просмотра рекламы и все-таки данную машину я рекомендовал бы вам в коллекции оставить. Почему? Да потому что когда вам необходимо будет сделать знак классности для того, чтобы какую-нибудь машину как Шкоду Т27 забрать себе бесплатно, поверьте, на вот таких машинах это будет сделать в первое время проще всего, потому что машины, которые не пользуются популярностью, не имеют завышенной планки для того, чтобы получить знак классности. Соответственно, ребят, Сайленсер это один из кандидатов на вот такие вот игровые события. Что касается технических характеристик, как я уже сказал, только ленивый не заберет себе в базе данную машину, ну а если хорошо постараться играть в рейтинговых боях, быть в каком-нибудь успешном клане, как допустим у меня, ну и соответственно забирать со всякого рода ивентов игровую валюту, то вам хватит сил пройти полностью всю машину до финальной точки. Но так или иначе, в этом видео точно так же, как и в следующих, я заценивал машины 8 и 9 уровня в базовом состоянии и в топовом состоянии, в этом видео тоже выкатываем сначала в базовом состоянии машину, ну а потом выкатим уже в топовом состоянии для того, чтобы понимать в чем именно и насколько машина поменяется, если вы прокачаете себе ее на полную. Что касается характеристик по орудию в базовом состоянии, здесь у нас обычный цикличный барабан на 2 снаряда, время выстрелов 3 секунды между собой внутри барабана и время перезарядки барабана в 15 с копейками секунд, что в целом вполне себе приемлемо и играбельно. Что же касается времени сведения, то 3,5 секунды, я бы не сказал, что сильно плохо, но и не очень хорошо. Что касается урона в минуту, то здесь у нас 1376, я бы не сказал, что это много, но все-таки мы играем на барабане, поэтому на особо большой ДПМ рассчитывать не приходится. 210 единиц за выстрел, того 420 единиц с барабана. Зачем здесь барабан без системы дозарядки с такой маленькой альфой, я честно не совсем понимаю, потому что по большому счету 420 единиц это практически альфа какого-нибудь хорошего ПТ на 7 уровне из премиумных машин, но только там за один выстрел. Ну и соответственно у тебя нет необходимости думать, перезаряжаться тебе, не перезаряжаться, если вдруг один снаряд ты откинул, а второй не успел. Что касается урона, ой господи, угла склонения орудия вниз, то минус 7, и я бы сказал, что в целом играбельно и вполне себе приемлемо. Пробития 212, 261 мне лично было достаточно, но понятное дело, что если сталкиваешься с какими-нибудь хорошо бронированными восьмерками, да еще и на дальних расстояниях, то ну не совсем, потому что серые зоны маленькие, точностей не особо много, ну и соответственно не факт, что пробьешь, если попадешь куда-нибудь чуть-чуть левее от серой зоны или правее. Ну что, берем машину, поехали на базе покатаемся. Ну что, ребят, поехали, попытаемся заценить. По подвижности машина вполне себе нормальная, вы сможете докатиться до необходимой вам позиции за не сильно большой промежуток времени, и в принципе этой подвижности более чем достаточно для того, чтобы на данной ПТ-хе играть. Что касается угла склонения орудия. Мне, в принципе, достаточно, как видите, запас по склонению орудия есть, и это действительно довольно-таки комфортное орудие в отношении угла склонения. Что касается времени сведения. Ну, время сведения оставляет желать лучшего, но в целом тоже приемлемое. Что касается разброса, великоват. На средних расстояниях еще нормально, а вот на дальних расстояниях уже не сильно приятно. Что касается точности. Точность присутствует, но она такая, знаете, я бы сказал, рандомно непредсказуемая. Бывает такое, что ты полностью свелся, и все окей, все классно, а бывает такое, что ты без сведения забрасываешь, и все нормально, все окей. Ну вот вам, пожалуйста, полное сведение, дальние расстояния. У КВшника жбан довольно-таки немалых размеров, и при этом всем я умудрился промахнуться. И я не дергал при этом мышью, и я не могу сказать, что в данной конкретной ситуации проблема была именно во мне, что я допустил какую-то ошибку. Ну, я-то свелся полностью, да, и рассчитывал на нормальную, приличную точность по орудию. Так. Ну что. Два снаряда откинули. Отходим назад. И пытаемся перезарядиться. Дабы не отправиться в ангар раньше времени. Что касается поворота рубки, а именно так, по-моему, стоит называть башню у ПТшки, то здесь, ребят, ничего хорошего, приятного нет. Рубка крайне, крайне долго поворачивается, и очень часто не хватает все-таки какой-то доли секунды для того, чтобы довернуть, ну и, соответственно, нормально выстрелить. Так-с, что делать будем? Поехали, попытаемся вот здесь как-то помочь, хотя я думаю, что Т-37 нашему сейчас сплетут лапки очень быстро. Но, я, по крайней мере, попытаюсь. Так, еще раз. Ну вот, пожалуйста, блин. Вот в нужный момент у нас полная лажа. Полная лажа, и все это благодаря тому, что, мало того, что разброс довольно-таки немаленький, так еще и точность орудия абсолютно непредсказуемая. Ну, как есть, так и есть. Как я уже сказал, базовое состояние машины не откроет только, ну, прям самый ленивый, ну, а те, которые более упрямые, доведут машину до ее топового состояния. Не будем досматривать данный бой до конца, потому что не вижу в этом никакого смысла. В конце концов, в данном конкретном случае, я не думаю, что имеет смысл смотреть именно на результаты по настрелу. Главное, что мы заценили саму играбельность базового состояния машины, в которой вы получите, в принципе, практически ничего не делаем. Как я уже сказал, играя в неплохом клане, который закрывает нормально недельные боевые задачи, при этом всем еще и выполняя какие-нибудь ивентики, поиграв немножко в рейтинговых боях, вы вполне спокойно получите себе машину в базовом ее состоянии. Ну и, соответственно, в этом базовом состоянии будете кататься вот так, как я вам сейчас показал. Я не собираюсь ничего вырезать, не собираюсь ничего приукрашать. Я показываю машины такими, какие они есть на самом деле. Что касается того, чтобы дойти до восьмого уровня, пользуясь моментом, пока еще танк находится в бою, скажу следующее. Восьмерка мне показалась куда более интересной, куда более играбельной, куда более веселой. Здесь все совсем круче. Здесь интересная система дозарядки барабана. Здесь классное время дозарядки барабана, а именно от первого снаряда в неполные 5 секунд. Шикарная, обалденная подвижность, классная максимальная скорость у машины в 63 километра. Ну, короче говоря, восьмерка куда поудачнее, нежели семерка. И я бы рекомендовал вам пройти не только семерку, но добраться как раз до восьмерки и попытаться выкачать ее в максимальное топовое ее состояние. В таком состоянии машина действительно золотого стоит. Это при том, что я легкие танки не люблю. Если вас интересует обзор на вот эту вот машинку, либо на фюнрика, то и то и другое видео выйдут на канале буквально через пару минут. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить выход этого видео. Я стараюсь специально для вас. И поверьте, я очень ценю и мне очень нужны ваши подписки для того, чтобы канал развивался. Ну и соответственно для того, чтобы YouTube данное видео предлагал к просмотру все большему и большему количеству зрителей. А еще, ребят, вечерком состоится стрим, на котором мы будем катать все три машины. Будем их заценивать. Ну и соответственно будем в прямом эфире тестить данные тачки в разном их состоянии. Там будет гораздо больше боев, которые будут более показательными, мне кажется, нежели короткие видео, которые я снимаю в виде таких себе быстрых обзоров на машины. Стоит также отметить, что в отношении с Сайленсер вы ожидаете получить себе стандартную машину Британии. Здесь у нас она представлена вот в таком вот виде, но только на восьмом уровне. Чериотер. Я думаю, что Чериотера знают все, но только вопрос заключается в том, что здесь разработчики ставили ему обычное цикличное орудие. И, честно говоря, даже не знаю, что лучше. Цикличное орудие с перезарядкой в неполные 10 секунд в базовом состоянии без всякого рода улучшений и 350 единиц альфы. Или все-таки вот этот барабан, который неизвестно как использовать нормально и толково, потому что барабан на два снаряда, а не на три. Ладненько. Ставим машину в топовое ее состояние. Ну и, соответственно, отправляемся в бой для того, чтобы посмотреть, насколько машинам становится лучше и интереснее. В целом, безусловно, что-то в машине есть, потому что она предлагает какие-то новые ощущения для бывших или нынешних владельцев Чериотера. Но при этом все не является прям суперудивляющей. Ну что, поехали, посмотрим, на что способна. Ну что, ребят, поехали. Машина становится более подвижной, это факт. Что касается маневренности, то, может быть, по видео вы этого не заметите, но просто поверьте моим словам в отношении ощущений от игры на данной машине в топовом состоянии. Она действительно становится более комфортной в отношении передвижения по карте. И в этом ей действительно не откажешь. Время перезарядки снаряда в магазине составляет 2,5 секунды у топового орудия. Что касается времени сведения и точности, то сейчас будем пытаться это дело все заценить, затестить. Ну вот так вот она сводится. Не могу сказать, что суперклассно. Все-таки все равно немножечко не хватает. Может, я уже зажираюсь, не знаю, но говорю как есть. Говорю о своих конкретно ощущениях. Что касается точности по орудию. Я не знаю, я не знаю, как это работает, но на топовом орудии действительно играется как-то по-другому. То есть вот это вот дурацкое ощущение непредсказуемости полета снаряда, оно тебя уже практически полностью покидает. При этом всем ты чувствуешь себя как-то в бою более уверенно, что ли. То есть когда ты играешь на средних и дальних расстояниях, ты уже не сильно, не сильно думаешь по поводу того, что, блин, неизвестно куда сейчас снаряд полетит, повезет, не повезет. То есть здесь уже ты не работаешь на фарт, здесь ты работаешь уже, как говорится, на уверенность. Ну что, откатываемся назад на время перезарядки магазина. Время перезарядки магазина становится комфортней. И опять-таки не просто становится комфортней, оно действительно ощутимо комфортней становится. Я, может быть, как-то сейчас тавтологически неправильно изъяснился, но я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Говорю о том, что очень часто бывает такое на некоторых машинах, вроде бы по цифрам показатель как-то улучшается, но по факту ты имеешь практически то же самое. И такой, играя на улучшенных каких-то показателях, думаешь, блин, оно точно улучшилось. Здесь, да, здесь действительно точно улучшилось, и ты действительно способен на большее. Я сейчас немножечко боюсь выезжать. Все-таки 282 единицы по хп, это не так уж и много. Сейчас попытаюсь вот сюда выцелить, надеюсь, Хельсинг прикроет. Блин, ну не хочется вылазить под ребят, и при этом всем, я так понимаю, что сейчас мы, скорее всего, проиграем. Ну, получи. Ну, все, теперь ты мой. Вот она, точность, о которой я говорил. Я сейчас с полной уверенностью выезжал, зная, что я попаду как первым, так и вторым снарядом. Ну, здесь, понятное дело, меня добрали, хп у меня не оставалось. По бронированию. Нет тут бронирования, не рассчитывайте на то, что вы там будете часто что-то танковать. Может быть, где-то как-то рандомно что-то пролетит мимо вашей туши. Но, в целом, рассчитывайте на то, что все, что у вас отправляется, оно будет к вам доставлено. Что касается возможностей машины в отношении игры именно как на ПТ. Ну, не знаю, ребят, в отношении ПТ можно, конечно, попытаться где-то как-то от каких-то кустов поиграть или еще что-то типа того. Но тебя постоянно подкупает вот эта подвижность и маневренность. Ну, и, соответственно, тебе все больше и больше хочется играть на данной машине именно как на среднем танке. Не знаю почему. Меня почему-то на ней постоянно рвет в бой ехать куда-нибудь вперед вместе с СТшками и продавливать. Хотя несколько боев ради интереса я попытался поиграть на данной ПТхе именно как на ПТ. То есть где-нибудь на дальнике стоять и издалека расстреливать по засветам. Скажу откровенно, что-то в этом есть, но все-таки у тебя все равно остается ощущение, что ты играешь именно на среднем танке, но ведешь себя в бою как ПТ. Хотя это тебе, в принципе, и простительно, потому что твой значок треугольника, в принципе, должен успокаивать твоих союзников и они не требуют от тебя, чтобы ты обязательно находился рядом с ними. Ну что, досматриваем бой и будем подбивать итоги. Так, ребят, по результатам боя 1840 единиц нанесенного урона, 2 уничтоженных соперника и что касается нашей результативности по команде, то здесь мы занимаем упрямое второе место. Спасибо большое, в первую очередь, Хельсингу за великолепный бой. Он был просто великолепным союзником и я надеюсь, он смотрит это видео. Братуха, лайкос тебе. Короче говоря, ребят, что касается самой машины. С учетом того, что данную машину, как я уже сказал, только ленивый не заберет, я думаю, что забрать ее однозначно имеет смысл. Продавать ее или не продавать за 500 голды, здесь уже определяйтесь самостоятельно. Могу от себя сказать, что машина действительно кардинально отличается от своего прототипа в виде проходной версии машины в дереве Британии. Я лично заимею себе данную машину однозначно и приложу максимум усилий к тому, чтобы пройти ее и прокачать на полную. Что касается восьмерки и девятки, я сомневаюсь, что моих финансовых возможностей, к сожалению, будет достаточно для того, чтобы получить игровую валюту, ну и соответственно, открыть себе данные машины. Хотя с удовольствием заимел бы себе вот этого малыша в топовом состоянии, потому что он действительно в топе того стоит. Почему? Смотрите у меня в видео, которое появится на канале буквально через пару минут. Подписывайтесь на канал прямо сейчас, жмите на колокольчик и если вы готовы поддержать развитие канала, то обязательно лайкните данное видео. Спасибо вам хотя бы за ту честность, которую я в этих видео проявляю. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Побежал снимать специально для вас. Пока-пока.